В скромной Сыктывкарской кампании прошел чемпионат республики по художественной гимнастике. Основные соперники столицы Усинской Воркута не смогли приехать по банальной причине – коронавирус. Впрочем, и те гимнастки, которые вышли на ковер, остались недовольны своим выступлением. Как-никак, частый дистанционный формат тренировок сказывается на общей подготовке. О том, как юные грации держат себя в форме, узнала Анастасия Тернина. Латиноамериканские ритмы в центре заснеженного Сыктывкара. На ковре горячо, на трибунах тихо. Соревнования проходят без зрителей. А поддержка многим гимнасткам очень не помешала. Одна потеря ленты и булавы за другой. Выступать после большого перерыва в тренировках действительно тяжело. Отрабатывать дома технику не получится точно. Да и многие теряют спортивную форму. Сразу видно у некоторых, ну вот кто вообще не тренировался, кто тренировался и чуть-чуть подъедал. Это видно. Ну сразу мышцы проседают и внешний вид совсем другой становится. Приходится нагонять. Тренировочный процесс получается проседание не на две недели, например, карантина, а на целый уже месяц. Потому что нам надо догонять и нагонять тот материал, который мы должны давать. Выложилась на максимум. Лента не подвела. Перспективная соктовкарская гимнастка Полина Бурчак была лучшей в своем потоке. Сегодня кандидат мастера спорта мечтает о новом разряде. Очень сложно получить мастера. Надо и психологию очень хорошо иметь. Потому что надо на всероссийских соревнованиях попасть в десятки и набрать количество баллов определенное. Поэтому очень сложно. После ремонта на республиканском стадионе в этом зале ничего не изменилось. И это для гимнастики большая проблема. Для хороших выступлений площадка просто не подходит. А потому юные грацы и наставники мечтают о своем дворце художественной гимнастики. Сейчас настолько повысилась сложность, что броски должны быть высокие. И, конечно, у нас вот за реки или отбивается предмет, или виснет. А вообще ведь развитие сейчас очень большой поток родителей, которые хотят привезти девочек в художественную гимнастику. Потому что действительно один из самых грациозных и красивых видов спорта для девочек. Пока же тренировки продолжаются в привычных залах. Работы у гимнасток много. На последнем чемпионате Северо-Запада нашей команде не удалось пробиться в тройку сильнейших. А потому в этом сезоне придется поднажать, чтобы восстановить свои позиции в списке сильнейших граций российского Севера.